Эта новость ОТС мы продолжаем. По статистике, больше 4 миллионов человек в России страдают психическими заболеваниями. И это только те, кто стоит на учете у медиков. Ученые из Кольцова разработали для таких пациентов новый препарат. Он позволит не только бороться с депрессией и агрессией, но и справляться с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Эффективность уже доказали на трех видах животных. Впереди клинические испытания на людях. Чем сибирская разработка превосходит подобные лекарства, которые уже есть на рынке, расскажет Елена Мирошниченко. В этих маленьких лабораториях ученые из Кольцова делают большие открытия. Разрабатывают препараты, аналогов которым нет в мире. Например, недавно вместе с томскими коллегами закончили доклинические испытания будущего лекарства против депрессии и агрессии. В основе литий, который давно известен тем, что нормализует душевное состояние человека. Чаще всего его используют в виде карбоната лития, то есть специальной соли. Когда карбонат лития принимается внутрь, он моментально проходит все барьеры и идет в мозг. И он при этом может натворить очень много бед в виде побочных реакций. И принимать его нужно определенную дозировку, измерять, причем концентрацию лития нужно в кровяном русле, чтобы, не дай бог, не попало больше в мозг, чем требуется. Поэтому его задача была сделать препарат, который затормозил бы его выход лития с поверхности. Нашли. В итоге получился безопасный нетоксичный препарат, который не только успокоит пациентов и выведет из депрессии, но и, как уверяют ученые, очистит организм от токсинов. Сможет бороться даже с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Есть такая информация, что литий, он обладает нейропродуктивным, нейрогенеративными эффектами. И если провести дополнительные исследования, и мы докажем, что наша лекарственная форма, она также сохраняет эти все свойства лития, то да, в перспективе возможно применение этого препарата и при паркинсонизме, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. Так выглядит молекула препарата. В основе сорбентная матрица. Ее можно сравнить с губкой. Она впитывает в себя все плохое, что ее окружает. Например, токсины. Каждая пора — это, грубо говоря, контейнер для действующего вещества. В нашем случае лития. Матрицу покрывают пленкой полимера, которая не дает литию быстро проникать в мозг. Он поступает туда маленькими порциями. А значит, побочных эффектов не будет. Технология, которую много лет назад придумали в этом же институте, универсальна. С ее использованием в Наукограде уже производят несколько продуктов. Чтобы лекарство против агрессии вышло на рынок, ученые нашли индустриального партнера. Им выступил резидент Кольцовского бизнес-инкубатора. Он вложил деньги в создание опытного производства. Специально для производства и продукции по этой технологии была создана наша производственная площадка. Было закуплено оборудование, на котором, конечно, впоследствии производились какие-то исследования. То есть, все опытные образцы и опытные партии были произведены у нас на нашем оборудовании. Препарат разрабатывают в рамках федеральной программы. Доклинические испытания прошли успешно. Дальше будут испытывать на людях. При лучшем раскладе уйдет два года, прежде чем лекарства начнут продавать в аптеках. Но уже сейчас и ученые, и бизнесмены уверены, пылиться на полках сибирской разработки не придется. Елена Мирошниченко, Артем Валеевич, Новости ОТС.